МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Саш, а кто такие химики? Ну, это те, кто употребляет амболические стероиды. А как называют тех, которые не употребляют? Натуралы. А как тогда называют тех, которые ничем не занимаются и ничего не употребляют? Ну, это вообще ботаники. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Паспирет! Вот что значит, когда самый популярный зал. Сними! Ты что делаешь? Снимай. Девчонки, а вот вы как вот можете одновременно любить и ненавидеть? Ой, да мы любим вообще шоколадки, пирожные, чайки, кока-кола. А сало, с капустой квашки. Да, соленые квашки. И когда приходишь в зал, ты вообще ненавидишь. Начинаешь все ненавидеть вообще. Вообще. Видишь, как им все тяжело дается, и все это ненавидишь. Вообще. Ну вот, как и обещал, а я свое слово, держу. Привет. Привет. Обещал подписчикам своим за неделю 5 килограмм набрать. Ну, как набрал? Приходится выкручиваться. А я своим на 10 обещаюсь будить чуть-чуть. Это уж ты давай сам. Дорогая, походи за меня замужем. Если ты согласишься, я тебя буду на руках носить. Куплю тебе шубу, квартиру, машину, дом. Я согласна. Вика, я вчера пирожное съела. Нет, Рит, ну это криминал. Значит, я вчера была криминальной личностью. Сай. Да? А ты со штангой-то приседаешь. Без проблем. А с девушкой с красивой сможешь присесть? Конечно. Лен. Да ну нафиг. Вадим, а что такое нежданчик? Нежданчик – это когда ты свою жену первый раз без грима увидишь. Предлагаю ненадолго отвлечься и поговорить о подтягиваниях. С помощью турника каждый может быстро оценить свою физическую форму и понять, насколько масса тела соответствует развитию мышц. Как научиться подтягиваться на турнике с нуля? Вопрос далеко не такой простой, как это может показаться. Упражнения с использованием собственного веса имеют особую технику выполнения и предполагают соблюдение определенных правил. Тем, кому не удается подтянуться ни разу, можно прибегнуть к помощи напарника, который будет стоять позади и помогать подтягиваться. Еще один способ – укрепить группы мышц, которые необходимы для упражнений на перекладине с помощью гантелей, штанги или тренажеров. В гимнастических залах есть специальный инвентарь для начинающих. В домашних условиях можно использовать упругую резинку. Также можно попрактиковать подтягивания в половину всей амплитуды. А теперь возвращаемся к тренировке. Вадим, а сколько на животе кубиков должно быть? Дим, самое главное, чтобы не кружочков. Понятно. Представляешь, что я на соревнованиях был в паре в рейсинге, там вчера одна женщина мужика уложила. Да ладно, быть такого не может, ни одна женщина мужика не побеждала. Я тебе отвечаю, давай поспорим. Да давай. Лена! Ничего, там у вас. Я там, что ли? Там у вас. Вика, ты фитнесом не занимаешься? Это фитоняшка? Да, фитоняшки. Сын слышал, я фитоняшка. Вика, представляешь, если бы день рождения у всей планеты был в один день, его бы можно было не забывать. Отмечать день рождения в один день, дарить друг другу подарки, представляешь? Блин, Рит, у тебя же сегодня день рождения. Как тебе еще надо помнить? Ну давай, давай, ну блин, ну Садь. Сейчас два раза, и сдох. Слушай, давай-ка я тебе стимул придумаю, а? Если ты не сделаешь 10 раз, ты свою тещу всю жизнь будешь мамой называть. Поехали. Банки всегда какой-нибудь стимул найдется. Да, Лизан, а банки? Это значит, как у тебя руки накачаны. Да, да, да. А то он парень сказал, что у тебя такие банки классные. Да, 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 банки, да. Все, про банки, все, про банки, все, про банки, все, про банки. Саша, Саша, а ты зачем вообще в зал ходишь? В смысле, зачем? Ну, зачем ходишь, мышцы там качаешь. Зачем? Ну, как, значит, после зала в магазин, чтобы пивасику домой побольше притаранить. Давай. Сереж, а почему люди потеют? Ну, да, это физиологический процесс. Существует углеводный обмен, белковый обмен, жировой обмен. И когда это все поступает в организм, нужные вещества усваиваются, а водичка идет под кожу. И во время нагрузки, получается, она выдавливается с натрием, и поэтому подсоленым. Вот как-то так. В общем, количество жидать надо меньше. Ну, или так, да. Субтитры подогнал «Симон»